Зато эта загадочная аббревиатура без лишних слов понятна только людям, выросшим в закрытых городах. Она объединяет людей из Железногорска и Снежинска, Озерска и Сарова. В начале июля в Нижегородской области проходил окружной молодежный форум «Метеор». На форуме проводился грантовый конкурс от Росмолодежи. После успешной очной защиты проект Анастасии Мишиной «Атомное КВН. Творчество и культура в закрытых городах» выиграл грант размером в 700 тысяч рублей. Мы с моей командой очень любим КВН. Моя команда играет в КВН, это команда НИИ, Саровская. И на протяжении многих лет мы у нас здесь организуем фестиваль КВН, где приглашаем не только городских участников, но и нагородние команды. И вот мы подумали, было бы классно привезти сюда к нам участников из закрытых городов. Планируется, что будет представлена вся десятка закрытых ядерных городов страны. В рамках проекта в Сарове пройдет трехдневный интенсив. «Первый день – это будет нетворкинг, тренинг по молодежному проектированию и интеллектуально-развлекательная игра «Атомквиз». Второй день у нас будет коммуникационный и будет проводиться атомный кубок КВН между городами ЗАТО. И третий день – это будет у нас экскурсионно-туристический, где мы проведем участников по городу Саров, покажем им достопримечательности, музеи, расскажем его историю, покажем уникальность этого города, что он сочетает в себе и православие, и науку». Цель проекта – объединить творческих молодых людей из закрытых городов в единую сильную команду, помочь им повысить свои мягкие навыки, которые помогут им при трудоустройстве на работу или при продвижении по карьерной лестнице. «Люди из закрытых городов, они несут в себе вообще в принципе уникальный взгляд на жизнь, на творческий потенциал, юмор, который понятен только человеку, который действительно проживает в этом закрытом городе». Отток перспективной молодежи из закрытых городов – вот та проблема, к которой призван решить проект. Так тренинг по молодежному проектированию поможет ребятам в создании идей для новых проектов, которые могли бы улучшить родные края. «Поэтому мы им хотим дать вот такую вот возможность и показать, что в закрытых городах развитие творчества возможно и можно самостоятельно, своими силами улучшить то, чего им не хватает в принципе в своих городах». Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.